Россия выстроит новую систему господдержки в течение нескольких месяцев. Ею будут довольны как национальные производители, так и партнеры по ВТО. Об этом заявил вице-премьер Аркадий Дворкович. Он признал, адаптация России к членству в ВТО проходит непросто. Накануне претензии к Москве высказали в ЕС, а в скором времени иски против России, вероятно, подадут Японии и США. Об этом пишет ДВ. Партнеры по ВТО недовольны российским утилизационным сбором на импорт и на марк коммерческого назначения. Цена вопроса от 20 до 200 тысяч рублей за каждую машину, автобус или грузовик. В месяц сборы превышают 4 миллиарда рублей. В Брюсселе считают, что эти меры противоречат уставу ВТО. В Москве не скрывают сбор действительно дискриминационный, но говорят, что на его отмену нужно время. Специалисты советуют России не затягивать с решением. Сторона жалобщик, она потом потребует компенсации. Сейчас, поскольку все-таки это не так долго действовало, то нам могут как бы простить понесенные потери. Хотя потери, в общем-то, уже были у тех, кто ввозит сюда автомобили. Но если это будет продолжаться год, два, три, тогда они уже посчитают, уже сумма-то вырастет в миллионы, если не в миллиарды долларов. Недовольные ВТО и ближайшим соседам России, Украины, Киев тоже вел пошины на импорт автомобилей. Претензий почти двух десятков государств Всемирные торговые организации рассмотрят уже сегодня. Причем среди недовольных и Россия. В Москве ежегодные убытки от украинских пошин оценили в 36 миллионов долларов. И в ответ грозят ввести сборы на украинский шоколад, закаленное стекло и уголь. ВТО слишком масштабная и бюрократическая структура. Отсюда и такое количество исков внутри организации, говорят специалисты. Поэтому в последние годы государством выгоднее заключать двусторонние соглашения вне ВТО. В качестве примера приводят возможный договор о свободной торговле между ЕС и США. Переговоры по нему начались в понедельник. Стороны надеются, что без посредничества ВТО смогут решить проблемы, которые в Женеве обсуждают уже полтора десятка лет. О спорах ВТО мы поговорим с Ярославом Лисоволиком, главным экономистом Deutsche Bank в России. Он сейчас на прямой связи с нами в студии РБК-ТВ в отеле Арарат Хаят. Ярослав, добрый вечер. Скажите, зачем Россия вступала в ВТО, если сразу же начала нарушать условия членства в организации? Повлияет ли это на репутацию Москвы? Ну и скажется ли на дальнейшем членстве страны в организации? Я не думаю, что это скажется на членстве России в организации. Регулярно, постоянно идут торговые споры в рамках ВТО. Это ни в коем случае не ставит угрозу перед членами этой организации в том, чтобы быть исключенными из нее. На самом деле Россия вступала в ВТО в том числе для того, чтобы отстаивать свои торговые интересы в рамках этой организации, чтобы защищать своих производителей от дискриминации за рубежом, в том числе за счет использования вот этого органа урегулирования споров Всемирной торговой организации. Ну вот вы уже сказали, что исключить из организации Россию вряд ли будут, а могут грозить вообще какие-то санкции? И чем на утилизационный сбор могут ответить партнеры по ВТО? Ну на самом деле ответ со стороны наших торговых партнеров, наших контрагентов уже последовал. Собственно говоря, само заявление о том, что России предъявляются претензии, это ответ на вот этот утилизационный сбор России. Здесь понятно, что могут быть санкции в случае, если торговый спор зайдет слишком далеко, разбирательство может длиться, скажем, несколько лет, но вполне возможен вариант, при котором спор будет разрешен на ранних этапах без каких-либо санкций в случае, если Россия, скажем, каким-то образом решит изменить режим, значит, регулирования, государственного регулирования в данном секторе в автомобилестроении. Скажите, а были ли какие-то прецеденты, когда государство штрафовали за нарушение правил ВТО? Прецеденты были, и, собственно говоря, были эти прецеденты и с развитыми странами, не только с развивающимися, были и прецеденты со странами, которые только вступали в ВТО, скажем, Украина или Китай, и они нарушали правила этой организации или, скорее, не всегда активно и последовательно выполняли требования этой организации. Поэтому, наверное, можно говорить о том, что в той или иной степени где-то нарушение или отклонение от правил ВТО есть практически у всех стран-членов этой организации. И, соответственно, необходим такой механизм, как орган урегулирования спора, который бы на постоянной основе мог бы решать вот эти проблемы, которые постоянно возникают. Ярослав, объясните, пожалуйста, государством, согласитесь, проще и быстрее договариваться в рамках двусторонних договоров? Сейчас же создаются региональные объединения, союзы. По большому счету, сейчас получается, что ВТО – это союз союзов, а не союз стран. Зачем вообще тогда ВТО? Объясните. Действительно, это, безусловно, факт, что за последние годы скорее торговая либерализация в мире продвигается не в рамках многосторонних соглашений в рамках ВТО, а скорее за счет двусторонних альянсов. ВТО нужно для чего? Нужно для того, чтобы, с одной стороны, решать споры, чтобы страны могли обращаться в эту организацию и решать двусторонние проблемы. Ну и, собственно говоря, если все-таки мир идет по линии двусторонних отношений, двусторонних соглашений, больше вероятность торговых войн, торговых противостояний. И необходима многосторонняя организация, международная организация, которая могла бы решать вот эти проблемы на многостороннем уровне. Спасибо вам огромное. Это был Ярослав Лисоволик, главный экономист Дойчбанка в России.